Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Семь минут». С 2011 года каждый, кто устраивается на работу, обязан предоставить справку о наличии или отсутствии судимостей. И несмотря на несколько способов их получения, многие предпочитают прийти за ней лично, чем наказывают сами себя. О том, как сэкономить время и нервы, говорим с нашим гостем Александром Аверкиным. С этим регламентом у нас граждане и муниципальные, и государственные организации имеют право получить информацию о наличии либо отсутствии судимости и предоставить ее по месту требования. У нас ведь как бывает, нужна одна справка, а приносишь еще ряд документов. Здесь как дело обстоит? Нужно что-то? Нет, здесь перечень документов и полностью правила получения данной справки определены регламентом по шагам. И если мы рассмотрим заявителей, то у нас два вида заявителей, как я уже сказал, это граждане непосредственно сами и муниципальные или государственные организации. Что касается граждан, то у них перечень документов определен, я его назову. Это первый паспорт, гражданин его предъявляет при подаче заявления. Само заявление, бланками заявлений граждан мы обеспечиваем в пунктах приема. И третий, он прилагает ксерокопию паспорта, тех страниц, где у него фотографии с номером и прописка. То есть фактически он сдает два листа бумаги. Это заявление и ксерокопия паспорта. То есть наш работодатель может нам не помочь в этом случае отправить нас самих. Я правильно понимаю? Или есть ряд тех, кто обязан просто сделать это за нас, чтобы мы вот только устроились на работу, выполняли свои обязанности? Так как рекламентом предусмотрен и второй путь получения данной информации, а именно муниципальные и государственные органы могут обратиться, то если руководитель органа решает, что он сам это сделает, мы не можем навязывать гражданину способ получения информации. Мы даже в справке не отражаем, куда она предоставляется. Просто по месту требований и все. То есть наша цель принять заявление гражданина, сделать ему справку, выдать, и он предъявит куда необходимо. Но по практике работы мы видим, что большинство этих людей, которые к нам приходят, как раз связаны с теми изменениями, о которых я говорил. Работают или в сфере педагогической деятельности, дошкольные учреждения, даже преподают в школах, университеты, в сфере медицины. И поэтому логично предположить, что им удобнее было бы, если бы за них этот документ получил их руководитель. То есть не получил, а оформил запрос в соответствии с требованиями регламента. Это было бы недолго, я так понимаю. В этом случае граждане вообще к нам не приходят, а только мы получаем запрос в списке. Я так понимаю, проблема-то основная, что они все приходят в одно конкретное место, не зная о других способах. У нас есть несколько способов, по которым они могут исполнить этот регламент. А именно, называемое первое место, это в Миномичурино, в Веденской 106, у нас адрес, областное управление внутренних дел. Там работает приемная. Каждый вторник и четверг с 10 до часу сотрудники информационного центра ведут прием граждан по указанному вопросу. Мы обеспечиваем их всех пищем и принадлежностями. Там у нас есть стенд с необходимой информацией, с образцами заявлений, помогаем заполнять. То есть граждане приходят, заполняют заявление, мы их принимаем и там же выдаем готовые справки. Это бывает у нас каждый вторник и четверг по утвержденному графику с 10 до часу. Также граждане могут подать тот же пакет документов ежедневно в центре на Почтовой 61. Там работает в Рязаницентр многофункциональных услуг государственных. Там также сотрудники ИЦ ведут по утвержденному графику прием граждан ежедневно. Можно на нашем сайте уточнить телефон этого центра и график там вы узнаете. Также информация, я еще сразу скажу, выложена на сайте ОВД. Также можно и в области, и в городе Рязани сдать данное заявление в любом территориальном отделе полиции. В том числе и в Рязани, в отделах полиции по обслуживанию районов города. Независимо от места прописки? Нет, независимо. Человек сдает заявление в этот территориальный орган. По почте они его направляют к нам в течение 7 суток, как того требует правила дела производства. Мы готовим справку и человек получает ее у нас здесь, на Веденской 106. То есть, у него имеется три законных таких способа. Мест довольно много. То есть, можно подать или на МФЦ, или на Мичурино, или же в территориальный орган полиции. Сейчас-то модно вообще никуда не ходить. Открыл компьютер, и все у тебя перед глазами. Есть такая возможность? В связи с развитием электронного документа оборота, регламентом предусмотрена и такая возможность. Войдя на портал государственных единых услуг, можно заполнить определенную форму и получить данную справку. То есть, вы, не выходя из дома, имея право, конечно, личный кабинет, заполняете бланк. Мы ежедневно получаем эти документы и меняемся почтой с адресатом, сообщаем о ходе движения дела, когда мы приняли справку, когда она будет готова. То есть, человек, когда получит сообщение, что она уже готова, он может выбрать время и прийти. То есть, у него в два раза сокращается время хождения по, так сказать, службам. Только один раз он приходится забирать. Еще хотелось бы отметить, что при невозможности личного присутствия на основании нотариально заверенной доверенности, любой лицок доверенный может также прийти к нам и проделать те же все манипуляции, получить справку и отдать ее гражданину. Понятно, что люди вашей профессии, они приказы не обсуждают. Есть закон, нужно исполнять. Но, тем не менее, вот это удобно и польза главная для школьников, для тех, кто обучается, для тех, кто лечится. Мы же все-таки говорим в основном о муниципальных служащих. Руководители этих организаций могут воспользоваться этим пунктом, 23 регламента, где четко написано, какие документы необходимо нам подавать. Там всего три документа. А именно, это список лиц, которых необходимо проверить. То есть, вместо того, чтобы каждый ходил человек, вставляется список лиц. Очень простой. В приложении три регламента описана его шапка. Там номер по порядку, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения. Потом прилагается согласие каждого гражданина на обработку его персональных данных, заверенные муниципальным органом. И третье, это выписка из копии приказов о назначении данных лиц на работу из списка или заявление их о приеме на работу. А есть какой-то момент, до которого нужно все это сделать? Или бессрочно пока на данный момент? По сроку годности, многие спрашивают, срок годности данной справки, в регламенте указывается только два момента. Первое, это срок исполнения заявления из списка, когда мы его получаем. Это 30 суток нам дается на это. И еще мы можем продлевать 30 суток по рапорту на начальника ИЦ при необходимости проверок по другим учреждениям. И также, после изготовления справки, она у нас хранится два месяца. В течение этих двух месяцев человек может прийти и ее забрать. А срок действия самой же справки в регламенте не оговорен. То есть, это остается на усмотрение высшестоящих организаций, там, Министерства образования и так далее. Скажите, услуга платная или нет? Регламентом административным по выдачу справок о наличии судимости, оплата государственных пошлин, либо в каком виде, в другом оплата данной справки не предусмотрена. То есть, справка бесплатная. Есть сомнения, как у обычного обывателя, все-таки, что часть лиц, которые ранее отбывали наказание, им было удобно жить без этой справки. Может быть, работодатели и не знали, что у них было какое-то прошлое. Вот чисто человеческий такой вопрос, как человек, который тоже работает, в частности, в органах. Повлияет ли это на что-нибудь в дальнейшем? Например, работодатель узнал нашу негативную историю, все, значит, другое место работы. Здесь все определяется федеральными законами, которые принимались. И внутренние инструкции данных учреждений. Кто имеет право у них работать, какое он поступление, какое тяжесть совершил против личности или против экономической. И здесь мы, регламент нам не дает право решать. Может быть, вы просто подскажете, на что обращать внимание, в договоре, к примеру. Так как данный регламент был принят на территории Северо-Северной Федерации и исполнялся. То есть, сейчас другие регионы тоже исполняли, многие получили справки. И такая ситуация получалась. Я знаю, что учителя, допустим, совершали какие-то проступки незначительные. Может быть, небольшие судимости много-много лет назад. И за это потом их увольняли из школы. Хотя, как профессионалы, они больше работали хорошо, и к ним претензий не было. И в этом случае, по-моему, сейчас принимается решение, что будет в каждой школе данный вопрос решаться индивидуально по каждому человеку. То есть, такого железного правила, то есть, принес справку, если у тебя какая-то есть судимость или привлечение, и тебя сразу увольняют, по-моему, нет. Все это должно решаться в индивидуальном порядке. Все мы люди, как говорится. Но вот надо решать по каждому, я считаю, это индивидуально. Но, с другой стороны, наверное, для тех же родителей, все-таки очень много преступлений, к сожалению, именно против детей. Наверное, им будет спокойнее, что сейчас вот эти справки появились, правда? По крайней мере, конечно, мы часть людей, которые явно привлекались и судимы, то есть, она отсеет 9 десятых, эти справки уже отсеет. То есть, тут об остальном уже надо смотреть конкретно. Вся информация, которая выдается в справках, она выдается полностью. И о судимостях, в том числе, снятых и погашенных. Даже если они сняты и погашены, эта информация будет указана в справке, с указанием на основании чего она погашена, снята. Там же будет вся информация о привлечении, даже если будут дела, прекращенные по уголовному процессуальному кодексу. То есть, вся информация будет на рассмотрение дана органу, который запрашивает ее. Или гражданину. А гражданин уже считает, сам нужно, куда он ее подавать. С отчета нужно пойти на работу с этой справкой. Он пойдет, подаст ее. Если он сочет, что все-таки его не возьмут, допустим, он может не пойти и справку эту не подать. Спасибо вам большое, что посетили нашу студию. Нашим телезрителям я напоминаю, это была программа «Семь минут». Хочется верить, что вы услышали наши советы. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok